Ну и сейчас вновь к сюжету о проектах Архангельской области, которые поддержаны президентским фондом культурных инициатив. Инга Рудакова, далее. Фильм к юбилею города. Через полтора месяца столица Поморья отметит 440-й день рождения. И исследовать улицы города полетит мультяшная чайка. Осуществить грандиозную идею энтузиастам помог президентский фонд культурных инициатив. За последние три года гранты на общую сумму более чем 200 миллионов рублей в Архангельской области получили около сотни проектов. И как наш фестиваль Arctic Open, и Новодвинская крепость, и эти спектакли. Благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив у нас создается устойчивое, крепкое творческое сообщество, поддерживаются молодые и молодежные инициативы. Я уверена, что благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив в Архангельской области будут создаваться яркие и интересные мероприятия. С помощью президентского фонда культурных инициатив стал возможен и яркий проект седьмого фестиваля Arctic Open – Кинопорт. Благодаря гранту северяне увидели новое детское кино и смогли пообщаться с юными звездами российского экрана. Новый проект не просто мультик, а мультсериал под названием «Архангельск на крыльях истории». Истории, которые рассказывают улицы. Мы идем по улицам и видим название. Улица Русанова, улица Тыковылки. Кто это такие? Что это за люди? Мы решили посмотреть на весь север, на всю Архангельскую область через этих людей. Проект задуман как серьезный шаг в развитии местной индустрии видеоанимации. Энтузиасты мечтают создать региональную мультипликационную студию. Вика делает в мультипликации пока только первые шаги, а Варвара уже по-взрослому создает то, что все будут смотреть. Техзадание для аниматора – реплика героя. На эту реплику и создается персонаж. Художник работает строго под звук. Представляете, как эта буква произносится, ну или произносите, и понимаете, как она должна выглядеть. Последняя неделя на отрисовку и месяц на монтаж и озвучку. Директор анимационной студии «Сафу» ведет строгие режиссерские графики. Фон, прорисовка, заливка – все уже готово. 25 кадров в секунду – телевизионный стандарт. Получается, в общей сложности у нас это 9 минут практически анимации, и мы их делаем за два месяца. Мультяшным будет и сам Архангельск. С экрана юные зрители смогут оценить, в каком интересном и нескучном городе мы живем. Ну, а вот в этом старинном Соломбальском особняке происходит еще одно настоящее чудо-мультипликации. Здесь рождаются звуки будущего мультфильма. Колдует над ними арт-компания «Памурцы». Расцветят мультфильм с десяток самых разных инструментов. Из «Вистульки», «Чудо-легушка» и «Якутский варган». Первая презентация мультпроекта 25 июня в день Архангельска в городском культурном центре. Инга Рудакова, Роман Королюк, Вести Памурья.